Золотые, серебряные и бронзовые знаки – отличие комплекса ГТО. Чтобы их получить, нужно сдать нормативы в течение календарного года. Одной из обладательниц заветного значка стала Екатерина Правдзивая. Девушка занимается футболом, поэтому особого труда ей это не доставило. Екатерина, как и многие другие жители Чапаевска, нормативы сдавала в местном центре тестирования ГТО. В 2019 году он вошел в тройку лучших в стране по итогам национальной спортивной премии, которая проводится под эгидой Минспорта России. Центр тестирования пользуется большой популярностью. В первую очередь из-за того, что выполнять нормативы и присоединяться к комплексу ГТО города Чапаевска – это достаточно просто, легко и свободно. Любой желающий может прийти к нам в центр тестирования, получить всю необходимую информацию по нормативам комплекса ГТО, по местам выполнения. Охватили все от дошкольного образования до лиц серебряного возраста. Останавливаться не собираемся, но на достигнутом. И, понятно, эта тема всегда имеет продолжение. Появляются молодые люди, кто-то переходит в другую категорию силу возраста. Нормы ГТО в регионе сдают все больше участников. В 2019 году прошли тестирование. Почти 29 тысяч жителей региона, что на 33% выше результата прошлого года. У нас есть ориентиры, которые мы должны достичь в рамках национального проекта «Демография». Спорт – норма жизни, это региональная составляющая. Конечно же, там есть требование президента Российской Федерации увеличить количество занимающихся до 55%. Это люди, которые должны систематически заниматься. Вот как раз один из инструментов этого достижения является комплекс ГТО. Сейчас в Самарской области созданы 82 центра тестирования ГТО. В рамках национального проекта «Демография», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным, в 2019 году появилось 10 площадок. В этом году будет построено еще 6. Дарья Зотова, Алексей Гриднев, Новости губернии.